В мире все учатся, если человек идет неправильным путем, он идет только для того, чтобы понять, что это неправильный путь. В этом мире нет вечного страдания и также вечного наказания. Человек, который наказан, он дальше осознает свои ошибки, меняет свой путь. Есть внешние источники знаний, есть внутренние. Внешним источником знаний являются священные писания, которые объясняют, какой путь. Они все одинаково пишут, надо их изучать. Вторым источником знаний внешним являются добрые люди, которые вас любят. Они вам скажут правду про вас. Если они действительно вас любят. И третьим источником знаний являются святые люди или наставники, которые вам могут дать знания. Внутренний путь означает способность через молитву услышать свое сердце. Там находится Господь в сердце. И если вы чувствуете вдохновение от того, что вы делаете, у вас на сердце становится легко. Все обиды на людей прошли, у вас проходит неприязнь к людям, протест против этого мира, то вы на правильном пути. Если увеличиваются обиды, протест, неприязнь и желание спорить, сражаться, то вы на неправильном пути. Ну вы на правильном пути. Я вам как старший говорил, у вас сердце спокойствие. Вас было тяжело на сердце полгода назад. Сейчас вам стало легче. Давайте, вот мужчина там. Да, спасибо. Благодаря за прекрасната фекция. Иска да попитам вчера, кто же вспоминал, что он, чтобы девушка, под ночью и девушка, Увенка вicornка в небе. Увенка в небе. Удевушка в небе. Увенка в небе и в горд. Мога попробуй. С удовольствами с видами, кто уберите тех, кто в небе. И содержим, как? Можем познаем святы человеку. А как можно было? Святая женщина становится мягкой изнутри. Когда женщина становится святой, она становится мягкой изнутри и твердой снаружи. А святой мужчина становится твердой изнутри и мягкой снаружи. Но если человек достигает духовной платформы, то он и твёрдый, и мягкий изнутри, и снаружи. Он может быть как нектар, и может быть как скала во всех ситуациях жизни. Теперь вам есть о чём подумать. Вот там мужчина сзади поднимает, и ещё один мужчина. Искам да споделя с цялата доля, цялата зала, в че не пореших това, и сега не иска да го подя. Преди 6-7 месеца прекарах такъв много труднен период в моя живот. Пет месец от този день на така преди се запознах с векциите на Дудин Туртонов. Благодарение на една моя приятеля, как ето си доктор Насин, и Ниана Тебяна. От този момент на сам, аз поверих това на живота си. Не съм вече една несколька егентаренеца. Благодаря ви, защищайте меня! Което за мен наистина вече много голяма тарачка. Я сам, тари, спортив, спортив, тежък спорт, който... Надо защищать. Че-то делать надо? Подарите цветочек. Ну, вот человеку, который расскажет. Другото, което правя е... Всякъде сутри, по настроение на бутари по тюнк, аз се моля. Но и по мой път... Наистина... И така на моя думи. Благодаря на господин, че това... Благодаря, че стигнат от така си хартия съм, че дори аз препоръчвам някои клик, че да отгив тук на моите приятели и приятелите. И съветвам, че могат слушать приятели. АПЛОДИСМЕНТЫ Да не се раздъдняваме, да дааме време на ръкранение за другите гора, но огромно благодарение на дължития и журнока. Благодаря. Через 4 года, вы сами начнете читать лекции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодаря. Играйте. Играйте. Сад да видиме кој да се измуряма. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня мы будем повторять «Я желаю всем счастья» под мусульманскую молитву, потому что весь мир нуждается в том, чтобы заботиться сейчас о тех, кто в беде. А в беде сейчас люди из мусульманских стран, они умирают, гибнут, и мы должны отдавать им любовь. В этом наша миссия всего мира сейчас заключается. Давайте я просто чуть-чуть сзади тоже, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Можно спросить, есть Людмила из Кипра? Людмила из Кипра есть здесь? Ее ищут. Откуда на лекциях в вашем мусульманской области, а поможете, домоградите ваше упряснение за 18-18 месяцев? Как вы можете себе поднять? Сам факт, который я несовместен с две. Домоградите ваше упряснение. Ваше упрямление и автоматическое слово, которое намолете от мое с традиция на правительственную концентра, ваше упрямление, но си обеявляли, или имели трудно, когда в семейских мягче было зад. Благодаря тому, кто производит это. Хорошо, я расскажу во время лекции. Да, девушка, вы уже подумали, что я вас никогда не спрошу, я поэтому вас спрашиваю. Да. Благодаря много за это, что это было возможно. Много вопросов, как говорится на психология. Знаете, что многие отношения и женщины, которые связаны с психологией, а я с вами занимаюсь. И много успехов, что мы имеем в Кюрце, в Владимирской области, в Европе, в Европе. Да. 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 Вы знаете, карта является важным аспектом нашей жизни астрологической. Астрология нужна для того, чтобы понять объём работы, понять, какие препятствия в твоей жизни. Если астролог говорит, что это неизбежность, что-то он говорит наизбежность, то он говорит, что он берёт на себя роль Бога. Потому что астрология очень нужна. Она нужна для того, чтобы людям дать советы, как им победить, побеждать трудности. По этой причине существуют карты. Но часто астрологи, они говорят людям такие вещи, которые звучат как проклятие. Например, они ими говорят, человек, допустим, женат, они говорят, ну у вас два брака. Ну то есть это означает, что они уже обрекают их на развод. Или, допустим, они им говорят, ну как бы… Ну это уже шутка, я сейчас в виде шутки говорю. Они им говорят, ну осеннее пальто можешь уже не покупать. Так намекают. Понимаете? То есть такие астрологи, они очень вредят людям. Но есть астрологи, которые смотрят карту и дают людям знания, как им дальше действовать, предостерегают их от опасности, дают советы, как побеждать эти опасности. Это очень великие люди. Я преклоняюсь перед ними. Что касается различий между западной астрологией и восточной, то главное различие заключается в том, что восточная астрология заточена на внутреннюю жизнь человека, а западная на то, чтобы ему найти в этом мире свое место. Она очень хорошо его, ну как бы природу, вот взаимодействие с этим миром разбирает. А восточное взаимодействие с Богом, ну более глубокие аспекты. Но и та, и другая астрология, они все это охватывают вместе. Но вот я заметил, что вот есть такая разница, что западная астрология очень точно попадает в то, что связано с деятельностью человека, с его жизнью, а восточная с его как бы внутренней природой. Все нормально? Вы чем-то обеспокоены? Да. Расскажите мне ваше беспокойство. Прямо на ваша карта, а астрология, а астрология, а не лиха? Да, так и есть. Не хотите? Ну не работайте. Вы можете это делать, но есть разные способы помогать людям. Например, вы можете просто давать людям знания, не обязательно карту рассчитывать. Это одна и та же природа. У вас природа, ну, преподаватели. То есть давать людям знания, заботиться о людях. И вы можете это через карту делать или просто общаясь с людьми. Можете послушать мои лекции и давать им по моим лекциям знания. Я вас благословляю на это. Вам спокойнее стало сейчас? Вам спокойнее стало сейчас? Да. Благодарю. Давайте вот... Ага, вы? Да, да. А вы говорите по-болгарски, чтоб все понимали. Ну, так и прощает себя. Да, да. И второе, мой вопрос. Да, да. Ага, вот. Итак, вы должны сказать, какой выбор в чем и чем? Я знаю, на какой области. На семейную жизнь вам надо лететь. Вы знаете, вам будет везде очень трудно работать, потому что вы очень чувствительный человек. Вы, приходя на работу, на любую, будете чувствовать себя ущемлённой, будете плакать там и страдать. У вас есть выход, вы можете работать на дому. Дома, когда вы будете чувствовать себя очень хорошо, комфортно, вы можете работать на дому. Вы красивая девушка, симпатичная. У вас сейчас хороший период для замужества идёт. Вам не надо думать о работе, надо улыбаться молодым людям и желать им счастья в своём сердце. И они будут вас выбирать. У вас уже есть два варианта, да? Так ведь? Два человека уже хотят, нет? Вы не знаете о них, да, ещё? Хорошо. Но у вас, я вижу, что уже кто-то думает о вас уже из молодых людей. Вот. Вам надо об этом думать сейчас. А работать, учиться, искать работу на дому. Языки подойдут, можно переводить, переводить что-то, делать это. Но никогда не считайте работу для себя чем-то сильно важным. Если вы пойдёте в эту сторону, вы совсем будете страдать сильно. Вы очень сильна в семейной жизни. Вы будете с детишками заниматься, вам будет это нравиться. Вам легче стало сейчас, например? Точно? А это ответ на вопрос девушки. Девушка спросила, как определить, правда или нет. Где она, эта девушка? Которая спросила, как определить, правда или нет. Вот я сейчас вам продемонстрировал, как определить. Она сказала, спасибо, мне легче стало всё. Это значит, я ей сказал правду. Становится легче внутри, потому что Господь радуется в сердце тому, что ты отвечаешь. И становится легче сразу всё понятно. Это правда. Она может через старших прийти, такая правда. Или сам человек помолится, ему легче станет, когда он поймёт, что правильно в жизни. Я спрашиваю те, кто сильно волнуется, хочет ответа. Вот женщина. Да? Вот нет, вот на втором. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Женщина не должна выбирать путь одиночества. Есть два способа быть неодинокой у женщин. И женщина в основном знает только один из двух способов. Первый способ — это любить людей и заботиться о них, о всех, и развиваться духовно. Когда женщина так себя ведёт, она становится очень близкой для многих людей, и она перестаёт быть одинокой. И когда она перестаёт быть одинокой, тогда она становится нравиться, начинает всем. Потому что нравятся всем только неодинокие женщины, одинокие никому не нравятся. Поэтому женщина должна раньше стать неодинокой, то есть любить всех вокруг, а потом уже выходить замуж. Таков экзамен. А второе неодиночество — это семейное. Но для того, чтобы вам с семейным неодиночеством иметь возможность, семейного неодиночества, вы должны простить, попросить прощения, что-то сделать со своим прошлым. У вас есть неправильное наказание за прошлое. Вам надо раскаиваться за то, что было. Вот вы уже сейчас, ваше сердце стало теплее. Когда женщины неправильно разрушают отношения, то сердце становится холодным у женщины. У женщины есть два типа красоты. Один тип красоты заставляет мужчин наслаждаться женским телом, хочет наслаждаться женщиной. Это внешняя красота. У женщины есть еще... И женщина может ее как-то настраивать, она ей владеет. Но у женщины есть еще внутренняя красота. Она идет из сердца и привязывает мужчину к семейной жизни. Эту внутреннюю красоту женщина не может ей владеть. Это Бог ей дает тепло из сердца для того, чтобы создавать семью. Это тепло из сердца можно получить, если ты честно все сделала правильно по отношению к тем отношениям, которые уже были. Если ты получила, как бы экзамены сдала по прошлым отношениям, то тогда тепло начинает идти из сердца и создается новая семья. Но если этого не произошло, то тогда женщина может сделать вывод, что может ей вообще одной жить. А может лучше сердцем попробовать потрудиться. Если кухня грязная, может быть мы теперь будем готовить спальной или все-таки помоем кухню. Как у нас какие варианты есть? Как правильно решить ситуацию? Когда начнете? Когда начнете мыть кухню? Молодец. Вам надо вспоминать человека и добиваться, чтобы память о нем была светлая, как вы его встретили. Когда вы сможете это сделать, когда боль в себя пройдет, с этого момента у вас появляется возможность выйти замуж. У вас нет такого, что вы должны всю жизнь жить одна. Просто надо сдать этот экзамен. Прямо сейчас у вас хороший период для того, чтобы выйти замуж, но экзамен пока не сдан. Счастливо. Счастливо. Вам надо слово же сейчас, да? Да, благорест. Счастливо. Благодаря. Счастливо. 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 Продолжение следует... 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 Потому что Веда объясняет, что ребёнок в жизнь семьи может прийти как с помощью рождения, так и снаружи. Это их ребёнок родной. Потому что, согласно Ведам, самой родной является женщина, которая воспитывала ребёнка, а та, которая дала ему жизнь, она просто на него больше похожа, с ним у неё больше связи. Но если говорить о родственных чувствах и любви, то настоящей любви всегда больше у той женщины, которая воспитывала ребёнка. Поэтому она и является истинной матерью. А та женщина, которая рожала, не всегда является истинной матерью, потому что она может бросить своего ребёнка и потерять такую квалификацию быть матерью. Обычно люди называют такую женщину, которая не рожала, взяла на воспитание таким злым словом мачеха, ну то есть неродная мать. И когда женщина, ребёнок вырастает, она ему признаётся, говорит, я тебе не мать. Это полная иллюзия, так говорить и думать. Как раз наоборот, та женщина, которая воспитывала ребёнка, является настоящей матерью, а та, которая бросила и рожала, не является таковой. Поэтому не обманывайте своих детей, говорите им правду. Потому что ребёнок иначе разочаровывается, страдает всю жизнь потом, становится несчастной. Так же, как и отцом является тот человек, который даёт воспитание, образование человеку, любит его, защищает. А не просто тот, который подарил семя какой-то женщине, которая, допустим, родила этого ребёнка. Я не против того, чтобы рожать себе детей. Надо ещё доказать после этого, что ты действительно имеешь право быть матерью. Вот, но рожать это хорошо, я за. Вот. Но надо просто понимать, что есть что. Что есть более возвышенные вещи, более важные в жизни человека, чем просто получить рождение. Хотя за это тоже надо быть благодарным всю жизнь, за то, что мы получили рождение. Вот. Своих родителей. Это факт. В этом мире очень многие люди страдают. Главная причина страдания заключается в том, что у нас не хватает внутренней жизни. Мы не понимаем часто, что внутренние отношения, которые между нами, с другими людьми, с этим миром, они страдают, они разрушены. Их надо восстанавливать. Когда человек имеет правильное гармоничное отношение к этому миру, он становится счастливым. Даже если кто-то его не любит, даже если у него в жизни есть трудности, даже если у него нет работы, даже если у него нет семьи. Вся проблема только в отношениях. Например, если женщина одинока, она отчуждается в результате этого одиночества от мужского начала. Она перестает верить в мужское начало. А одиночество возникает только потому, что она недостаточно глубоко, с уважением и с любовью сама по себе относится к этому мужскому началу. Часто женщины боятся мужчин или просто не понимают их, в чём смысл жить в мужском рождении. Если женщина не понимает мужчин, соответственно, никто её не будет любить. В данном случае опять означает, что ей не хватает знаний просто. Не хватает знаний о том, кто такие мужчины. Нужно служить мужчинам, заботиться о них, начиная со своего отца, заканчивать просто детьми, быть матерью, учиться. Когда женщина начинает любить детей, она становится способной создать семью. Ей привлекаются мужчины, которые хотят семью. Женщина должна любить детей. Да, женщина любит людей, окружающих вообще весь этот мир. Её любят все. У неё много друзей. Она любимая всеми людьми вокруг. Если женщина любит отца или отрабатывает, очищает свою судьбу, связанную с отцом, то тогда Бог, сам Бог показывает ей её мужа. Она получает возможность выйти замуж. Этот мир, он очень гармоничный, глубокий. Часто люди очень поверхностно к нему относятся. Они думают, что у меня просто нет возможности что-то иметь в жизни. Но эти возможности все есть. Нужно просто разобраться глубже в своей судьбе, понять, что происходит. Например, я сейчас одной женщине рассказал, что её сердце не пускает, не даёт возможности иметь отношения. Надо раскаиваться в прошлых отношениях. Нужно очень чистую, светлую память сформировать в своём сердце по отношению к тому человеку, который был рядом. Потому что Бог не даёт нового человека, пока мы не очистили отношения со старым. Некоторые думают, что надо забыть этого человека. И тогда я смогу вспомнить другого. Это неправильное мышление. Мы не сможем никого забыть. Мы можем только очистить память о человеке. Очистить память. Когда мы очень с памятью, с хорошей вспоминаем человека, тогда Бог может давать нового, потому что ты свой экзамен этот уже сдал. А если ты предыдущий экзамен не сдал, тогда никого нового ты не получишь. Ты будешь жить в тех старых отношениях. Есть три способа жить в этих отношениях. Первый способ — не любить человека и помнить обиду, и страдать. Второй способ — пытаться забыть его. И третий способ — прощать, просить прощения, учиться любить и побеждать судьбу. Первый способ — уничтожает человека. Второй — останавливает его в его жизни, а третий — дает победу. Первый способ — самый простой, проще всего всех ругать. Некоторые люди живут в этой чудесной стране в печали. Вокруг горы, хороший климат, люди добрые по своей природе, способны любить. Некоторые люди живут в печали. Почему они живут в печали? Потому что они не замечают ничего вокруг, они не замечают этих красивых гор вокруг города, они не замечают этого чудесного климата, мягкого такого, доброго. Бог наделил эту страну добрым климатом. Поэтому люди добрые. Или наоборот, добрые люди по судьбе попали в возможность иметь возможность жить в добром климате. Надо все это замечать. Но некоторые люди не могут все это замечать, потому что есть одна причина на это, серьезная причина. Судьба заставляет человека сосредоточиться на боли. Когда человек чувствует боль в отношениях, в жизни, в здоровье, он теряет способность видеть все вокруг. Он думает только об источнике боли. И есть на то причина. Потому что это значит, что этот человек стоит перед сдачей экзамена. Но не все люди способны сдать экзамен, потому что многие из них не знают, как это делать. Сейчас мы с вами будем учиться сдавать экзамен. Для того, чтобы учиться, сначала кто-то должен помочь. Поэтому вы должны мне позволить вам помочь. Вы согласны с этим или нет? Потому что сейчас у нас с вами будут не отношения просто как лектора и слушателя. Мне придется немножко, чуть повысить эти полномочия для тех людей, которые хотят помощи. Поднимите руку те люди, которым сейчас очень и очень плохо. Очень тяжело. Правда? Вы не выглядите так, что вам очень тяжело. У вас такая ситуация в жизни сейчас? Вам очень тяжело? Уже легче? Вам тоже? Кому очень тяжело? Все, кто подняли руки, можете выйти вот сюда вот, встать передо мной. Я сейчас буду повторять, я желаю всем счастья, слушать голос Святого Человека, и вы будете тоже делать так же, глядя на меня. Мы с вами будем строить такие взаимоотношения с целью того, чтобы вам стало легче. после этого я буду рассказывать, чем я занимался. Только все, кто подняли руки, все остальные не встают. Я сейчас, может быть, не помогу вам полностью, но я постараюсь дать вам веру в победу. Это тоже очень важно. Вам надо всем смотреть не в глаза. Хорошо? А я буду сейчас очень сильно слушать голос молящегося человека, так как я обещал, что этот голос будет мусульманский, потому что мы будем слушать азан, призыв к молитве. Это как раз тема сегодняшней лекции. Надо учиться побеждать судьбу. А вы зря встали сзади. Вам надо всем подвинуться и дать ей возможность встать вместе со всеми. Вы стесняетесь? Кто из вас против того, чтобы звучала мусульманская музыка? Есть такие. Вы не хотите? И вы не хотите? Тогда мы не сможем этого сделать. Мы не можем делать так, чтобы людям было больно. Как вы бы тогда хотели какую музыку услышать? Хорошо. Итак, я сейчас включу хор братья Спасо-Преображенского монастыря. Богородица Дева Радуйся. Мы будем слушать эту музыку. Все остальные просто наблюдают за тем, что происходит. И я сейчас буду повторять, я желаю всем счастья. И вот эти монахи, которые будут петь, они будут давать мне силы, чтобы вам помочь. А вы тоже повторяйте, я желаю всем счастья. И помогайте друг другу. У меня только одна просьба к вам. Если вы почувствуете слезы, отчаяние, такой катарсис внутри, пожалуйста, не настраивайтесь на это. Не думайте слишком много о себе. Старайтесь думать о других, и тогда это все пройдет. Самое главное, чтобы энергия начала двигаться. Вам надо очень внимательно слушать голос, те, кто поет, и очень внимательно стараться желать счастья другим. Забудьте про себя, потому что главная причина страданий сосредоточенность на себе, замкнутость внутри себя, которая заставляет человека страдать еще больше. Нужно разорвать этот круг, нужно думать о других сейчас, научиться это делать, и тогда вам станет легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова